Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Стальной. В музее-заповеднике Царицыно я занимаюсь различными образовательными программами. И большую часть своего рабочего времени я вижу прекрасный парк нашего музея и своего рабочего кабинета. Однако сегодня я с большим удовольствием проведу для вас экскурсию по одному из самых живописных и продолжительных маршрутов музея-заповедника. Приглашаю вас! Береговая дорожка. Прогулочный маршрут, известный с начала XIX века. Когда Царицынский парк стал популярным местом для загородного отдыха у московской знати. Дорожка огибает весь верхний Царицынский пруд и состоит из двух отрезков. Правобережный начинается от фигурного моста и продолжается до впадения в пруд реки Язвинки. Этот отрезок был проложен почти 250 лет назад английским садовником Фрэнсисом Ридом, которого в Россию пригласила императрица Екатерина II специально для обустройства пейзажного парка в популярном тогда английском стиле. Позже, в начале XIX века, возле береговой дорожки устраиваются гроты, появляются беседки. Но, к сожалению, до нашего времени они не сохранились. За моей спиной находится фигурный мост, который строился архитектором Василием Ивановичем Баженовым в период с 1776 по 1778 годы. По задумке архитектора, данный мост должен был стать парадным въездом в резиденцию Екатерины II. Именно отсюда должна была начинаться или, наоборот, заканчиваться дорога, которую велела проложить императрица от Царицына до Коломенского. Ныне по этой исторической трассе проходит улица Луганская, Пролетарский проспект, а также проспект Андропова. Баженов придал мосту облик крепости за счет широкой проездной арки, заключенной между двумя высокими башенками со стрельчатыми проемами. Исполненный в готическом, как тогда говорили, вкусе, фигурный мост вполне соответствовал представлениям XVIII века о средневековой архитектуре. Царицынская земляная пирамида является достаточно редким для России памятником ландшафтной архитектуры эпохи барокко. К сожалению, мы не знаем точного времени ее создания, однако, судя по тем документам, которые сохранились и дошли до наших дней, она была построена здесь, именно на этом месте, еще во времена князей-кантемиров, бывших владельцев села Черная Грязь, а именно так называлась в то время данная местность, еще до того момента, как Екатерина II заинтересовалась данной территорией. Двигаясь по береговой дорожке вдоль верхнего Царицынского пруда, немного не доходя до пристани со сфинксами, куда мы обязательно с вами заглянем, но чуть позже, вы можете свернуть налево и, поднявшись по небольшой каменной лестнице, увидеть Царицынскую земляную пирамиду, которую прекрасно видно поздней осенью, зимой и ранней весной. На ее вершине вы можете увидеть один из элементов архитектурного ансамбля «Малый дворец». Подобные земляные амфитеатры получили в XVIII веке большое распространение, как вариант паркового театра под открытым небом. Площадка амфитеатра служила для инсценировок, а в тех случаях, когда амфитеатр устраивался близ прудов, как в Царицыне, он становился идеальным местом для наблюдений за природой. Согласно плану, составленному сразу в 1775 году, после покупки имени Екатерины II, полукруглая земляная пирамида имела четыре террасы, обсаженные по краю деревни, а на вершине стояла деревянная беседка зеленого цвета, в которой во время своего пребывания в Царицыне летом 1775 года Екатерина II проводила заседание Совета при Высочайшем дворе. Впоследствии на месте беседки был построен Малый дворец. В разное время Верхний Царицынский пруд носил разные названия. Так, например, во времена бояр Стрешневых, когда создавалась Черногрязская плотина, пруд получил название Черногрязский. Позже, когда эту местность приобрела Екатерина II, пруд стал носить название Царицынский или Верхний Царицынский. Чуть позже, к середине XIX века, пруд снова меняет свое название и называется Английский. В советский же период данный пруд начинает называться Верхнеленинский. Поначалу пруд предназначался исключительно для разведения рыбы. Судя по данным песцовых книг, в конце XVII века в нем водились не только щуки, лещи, язи, окуни, платва, караси, но еще и осетры, стерляди, самы, налимы, судаки и многие другие рыбы. Пруд неоднократно менял свои очертания, исчезал, заболачивался и снова восстанавливался. В XVIII веке на пруду появилось несколько насыпных островов. Они были нужны для разведения водоплавающих птиц, а заодно значительно украсили вид водоема. Гуляя по береговым дорожкам Верхнего Царицынского пруда, вы обязательно заметите серию островов. Все они являются рукотворными. Самый большой из них, который находится сейчас за моей спиной, был построен, по данным ученых, не позднее 1766 года. Причем, если верить документам, изначально он имел квадратную форму. Однако, после, в процессе естественного разметия почвы, он приобрел форму круга. Именно же в этот период на нем были высажены первые деревья, которые, как описывают наши современные посетители, придали ему форму брокколи, благодаря очень обильно разросшимся на нем ивах. После прорыва плотины на рубеже XVIII-XIX веков, Верхний Царицынский пруд был спущен и на несколько лет превращен в сенокосный луг. Восстановление плотины и пруда стали первой мерой начальника экспедиции кремлевского строения Петра Валуева, в ведении которого находились все императорские дворцы Москвы и Подмосковья, в том числе и Царицына. Именно Валуев руководил работами по превращению Царицына в место отдыха для привилегированной столичной публики. Реконструкция пруда завершилась к лету 1804 года. На береговой дорожке появились белокаменные мостики через небольшие овражки и протоки, новая купальня, а также обширная сеть пристаней для прогулочных лодок. Самая большая из построенных пристаней, на которой мы сейчас с вами и находимся, была украшена вот такими скульптурами сфинксов. Однако, к сожалению, в начале XX века те скульптуры, которые поставил здесь Валуев, были утрачены и лишь в XXI веке, в 2007 году, были вновь восстановлены по старинным чертежам. Мы с вами находимся в одной из самых красивых точек нашего маршрута – на ступенях павильона «Миловида». Именно ему посвящены строки из романа Тургенева «Накануне». Все общество подошло к беседке, известной под именем Миловидовой, и остановилось, чтобы полюбоваться зрелищем царицинских прудов. Они тянулись один за другим на несколько верст, сплошные леса темнели за ними. Мурава, покрывавшая весь скат холма до главного пруда, придавала самой воде необыкновенно яркий изумрудный цвет. Нигде, даже у берега, не вспухала волна, не белела пена, даже ряби не пробегала по ровной глади. Казалось, застывшая масса стекла тяжело и светло улеглась в огромной купели, и небо ушло к ней на дно, и кудрявые деревья неподвижно гляделись в ее прозрачное лоно. Все долго и молча любовались видом. «Миловида» – самый известный и красивый парковый павильон в Царицыне, построенный в начале XIX века. Большинство строений, которые появились в это время в Царицыне, были возведены по проектам или под надзорам известного московского архитектора Ивана Яготова. Расположенная на высоком берегу «Миловида» стала идеальной видовой точкой, откуда раскрываются прекрасные перспективы на Верхний Царицынский пруд. С того места, где стояли герои Тургеневского романа, хорошо виден еще один небольшой островок. У него нет официального названия, и в разных источниках его называют по-разному – то птичьим, то лебяжьим. Он был насыпан в створе узкого Лазаревского залива на противоположной стороне пруда. Этот крошечный островок для водоплавающих птиц, которые, кажется, и по сей день пользуются им для выведения своего потомства. Если гулять по береговой дорожке летом, то с большой долей вероятности башню-руину можно и не увидеть. Густая листа кленов будет скрывать его от любопытных глаз. А тем временем это одно из самых примечательных парковых сооружений Царицына. Подобные имитации развалин, в данном случае средневековых, были очень популярны в пейзажных парках начала XIX века и отражали эпоху романтизма. Маленькая башенка с как бы обрушившейся стеной из дикого камня была построена командой архитекторов под предводительством Ивана Еготова в 1805 году. Согласно описи парка 1825 года, внутри башни со стрельчатым дверным проемом и решетчатым окном находился круглый стол. Основание постройки было украшено цветными мхами и каменьями. А саму башню увенчала ажурная беседка Бельведер, откуда открывался вид на верхний царицинский пруд. В советское время по этой лестнице поднимались только самые смелые. В народе ее так и называли – чертова лестница. А на самой башне тренировались альпинисты и скалолазы, как, впрочем, и на остальных руинированных постройках того периода в Царицыне. В 2000 же году башню отреставрировали, поставили перила и сделали ее абсолютно безопасной. Ну а нас с вами дальше по маршруту ждет еще одна имитация древних руин. Арку-руину построили в 1804 году по проекту все того же Ивана Еготова. Незадолго до начала работ искусственный островок у берега пруда разделили надвое узким каналом протоков. Сложенная из кирпича и облицованная белым камнем арка была перекинута через протоку и изначально была украшена башенкой с развивающимся вымпелом. Наиболее выигрышно строение смотрелось со ступеней павильона Неростанкина, расположенного на холме неподалеку. Тогда же, в XIX веке, возникли названия – «Жилище русалок» или же «Русалкины ворота». После того, как парк сделался популярным местом среди москвичей, живописные островки начали привлекать внимание любителей водных прогулок. По протоке между опорами арки, как через ворота, можно было проплыть на лодке. Постепенно арка ветшала. Уже ко второй половине XIX века была утрачена башенка и флагшток, а к концу XX века канал протока зарос. Примерно в это же время произошло обрушение срединной части арки пролета, но в середине 2000-х годов арка на острове была частично восстановлена в том виде, который мы можем наблюдать ее сегодня – без башенки и флагштока. Мост на Ореховой плотине – это самая южная точка Верхнего Царицинского пруда. Плотина была построена на речке Язвинке осенью 1806 года наемными работниками из крестьян деревни Орехова. В первой половине XIX века ее неоднократно ремонтировали, но это не помогло, и к 1886 году она разрушилась и обвалилась. На ее месте позднее построили деревянный мостик, на котором в 1940 году снимали одну из сцен фильма «Музыкальная история» с Сергеем Лемешовым и Зоей Федоровой в главных ролях. А за мостом начинается уже западная или запрудная часть парка. Левобережная часть береговой дорожки была обустроена чуть позднее, в 1807 году, и получилась немного длиннее правобережной части. Здесь дорожка огибает очень красивый Лазаревский залив. Именно отсюда открываются самые живописные виды на водную гладь, парк и его павильоны. Период расцвета парка приходится на первую треть XIX века. Именно тогда стали заметны результаты деятельности Петра Валуева и его подчиненных. В числе прочего, именно в Валуевское десятилетие в Царицыне появились все павильоны и малые сооружения. В отличие от парадного паркового фасада, где в самых эффектных точках были поставлены выполненные в камни и кирпичи павильоны Миловида и Нерастанкина, беседка храм Цереры, готическая башня-руина, запрудная же часть была более камерной и уединенной. Когда-то она была приспособлена не только для пеших прогулок, но и для верховой езды и, представьте себе, даже для охоты. В глубине парка среди аллей и дорожек были построены шалаши, охотничьи хижины, деревянные домики для отдыха. Затерянные среди аллей, они создавали у гуляющих ощущение небольшого романтического путешествия. Именно отсюда открываются самые живописные виды на пруд, его заливы и острова. Описывая в 1823 году Царицынский парк, писатель и журналист, исследователь русской старины Павел Петрович Свинин отмечал Обширные пруды, тенистые аллеи, зелень с умением прибранная, бесконечные дорожки, беседки и домики, везде разбросанные беспрестанно, занимая зрение, производят разнообразные впечатления. Если рассматривать планы и рисунки Царицына начала XIX века, можно понять, насколько была продумана планировка парка. Все постройки были умело вписаны в рельеф местности таким образом, чтобы и на некотором расстоянии, особенно издалека, например, с другого берега пруда, служить образованию удивительно пейзажных картин. Арку-руину можно было видеть и сверху, и с мостиков через овраг, и с лодки, и с ореховой плотины. Конечно, за 200 с лишним лет в парке выросли могучие деревья, которые частично скрыли большинство панорам. Но остров с аркой-руины по-прежнему украшает вид с противоположного берега, а за ним на вершине склона можно рассмотреть павильон Нерастанкин. Прямо напротив арки-руины, слева от береговой дорожки и буквально в двух метрах от воды, находится вот такой каменный обелиск, на котором едва ли различима надпись 1909. Многие ошибочно называют его верстовым столбом. Однако это не так. Это, к слову, очень редкий памятник, а именно межевой столб знаменитой Столыпинской аграрной реформы 1906-1917 годов. Подобные знаки появились в московском уезде Московской губернии именно в 1909 году, когда здесь были развернуты активные работы по землеустройству. Тогда, в соответствии с указом от 9 ноября 1906 года, направленным на ликвидацию архаичного общинного землевладения, производились разграничения дворовых земельных владений от остального земельного фонда. Традиционно межевые столбы устанавливали через ровные перемежутки с внешней стороны небольшого рва, определяющего границу удельных владений. А сейчас мы с вами идем вдоль Лазаревского залива, о котором я уже упоминал ранее. Он образовался в XVII веке в луговой пойме реки Черепишки. Кстати, уже тогда здесь была организована плотина и создан небольшой пруд, который стал продолжением залива, тем самым увеличивая его длину. Лазаревский залив Верхнего Царицинского пруда остается и в наше время одним из самых красивых мест Царицинского парка. Береговая дорожка – это кольцевой маршрут. Своей извилистой кривой он огибает весь Верхний Царицинский пруд. И если пройти этот маршрут до конца, то мы с вами снова вернемся к фигурному мосту, тому месту, откуда мы сегодня с вами и начали наше путешествие. Царицинский пейзажный парк, сформировавшийся в последние трети XVIII и первой трети XIX веков, безусловно, претерпел колоссальные изменения за последние два столетия. Задача современного музея-заповедника – бережная реставрация и сохранение этого уникального памятника садово-паркового искусства. Безусловно, все это потребует огромных ресурсов времени. Однако мы к этому готовы. Возвращение парку его исторического облика на основе работы с документами, архивными материалами, чертежами и планами – все это займет долгие годы. Однако совершить прогулки по этим историческим местам мы можем уже сегодня, что мы с вами только что и сделали. Я желаю вам удачи! Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова